Продолжение следует... В принципе, можно будет вам отправить какую-то часть материала, если вы вдруг ее пропускаете. Будьте внимательны по занятиям. Каждое занятие посвящено своей теме. Поэтому, естественно, вторую тему нельзя, в общем, прийти, адекватно понять, если ты не ходил на первую. Поэтому я вот призываю вас к тому, чтобы все-таки не сильно пропускали. Первое занятие сегодня вводное. Оно про криптоэкономику. Оно призвано разложить по полочкам разные понятия, которые, в общем, у нас смешались обычно в голове. Про ICO, криптовалюты, кошельки, блокчейн, голосование. Вот все, что у вас в головах есть, вот сегодня надо будет разложить по полочкам, по этапам. Сегодня занятие ведет Владимир Игоревич Демин, советник председателя Внешэкономбанка. И он же, собственно, по некоторому совместительству руководит всеми существующими сейчас пилотными проектами. Второе занятие будет на следующей неделе, во вторник, если я правильно помню, да, 29-го, а, в среду, сори, да, в среду. Оно будет посвящено технологиям блокчейн. Приготовьтесь раскладывать по полкам разные типы блокчейнов, там технологий и в каких сферах они применяются. Третье занятие будет веселым, про регуляторику. Там много есть, что пообсуждать. Его ведет Элина Сидоренко, очень известный человек в нашей, ну, скажем, в нашем сообществе. Она также руководит legal group у нас в коммуне. Василий, вам тут нравится? Я рада. Вот третье занятие посвящено правовым аспектам. Четвертое занятие будет уже ближе к практике. Я рада вам представить Сергея Владимировича Запечникова, преподаватель МИФИ. Это один из первых профессиональных преподавателей, которых мы действительно пригласили в курс. И структура курса в том числе создана вместе и с помощью Сергея Владимировича. Криптозащиту, знаете ли, без матчасти не освоить. Поэтому задача у Сергея Владимировича просто челлендж. Как за два часа не физикам и не математикам, ну, не все же из нас физики и математики, объяснить, в общем, понятными словами основы криптозащиты. И сделать даже небольшую практику. Потому что если ты хотя бы раз руками понял, ну, сделал сам, это с тобой останется уже навсегда. И мое любимое пятое занятие – это практикум. Тест небольшой, не страшный, не на оценку, а как раз на контроль знаний. И, конечно же, практикум. Я очень надеюсь, что мы все потрогаем, что такое смарт-контракт. А смарт-контракт – это все-таки базовая технология в блокчейн. Ну вот, это вы, конечно, все освоите. Вот такие пять занятий. Я надеюсь, что вы проведете их с пользой, энергичной и эффективно. Собственно говоря, каждое занятие длится два-два с половиной часа. И вы всегда можете задать любые вопросы спикеру. Вот. Я практически все передаю слово Владимиру Игоревичу Демину. Вот. Спасибо за внимание. Доброе утро. Очень рад, что так много людей интересуется вот этой нашей темой, которую мы развиваем в данном здании. Ну, давайте я как-то быстро начну с того, что вот у меня есть сегодня один биткоин. И если это кто-то заинтересован будет, ну там в конце лекции я его могу продать вам. Сегодня он утром 8 тысяч стоил. Ну, продам, не знаю, за 4. Есть сейчас желающие? Ну, я просто воспроизвел обычную лекцию по блокчейну, наверное, в некоторых регионах, когда я читал, что вот такие железочки продают весьма успешно цыгане на вокзале, пользуясь общим, в общем, как бы незнанием того, что это такое. Ну, на самом деле, это железочка не стоит, конечно, ни 4, ни 8 и вообще не является биткоином. И вот то, что я сегодня хотел бы рассказать, это, знаете, вот дать такую вот общую информацию, чтобы каждый из вас, выйдя отсюда, там научился ориентироваться вот в этом наборе терминов и просто огромном потоке какой-то информации, что же есть такое, там блокчейн, там криптовалюта, чем она отличается от, там, вот обычных денег или, там, электронных денег. Вообще, есть ли термин национальная криптовалюта? Ну и так далее. Ну, Настя рассказала, где вы находитесь. В общем, я думаю, что такие события здесь будут проходить нон-стоп, совершенно разнообразные. И вообще, вся криптоэкономика в России начнет расползаться такими концентрическими кругами из этого места. Ну ладно, давайте тогда начнем с того, что, вот лично меня всегда интересовал такой вот очень простой факт. Вот блокчейн там ворвался в нашу жизнь очень стремительно. И всегда интересно, почему именно сейчас? А что, вот, например, вчера он не существовал или это просто какой-то гений родился, вдруг его осенило, и теперь мы все увлеченно, как бы, произносим слово блокчейн. Значит, на самом деле все достаточно просто. То есть, для того, чтобы это как-то быстро понять, я вот расскажу про то, что наша жизнь, она сегодня выглядит, как мы ее привыкли ощущать, таким образом, что все управление информацией в ней построено на определенных реестрах. То есть, все, что нас окружает, это реестры. То есть, для того, чтобы, например, нам перевести, у меня тут еще такой вот слайдик есть, вот давайте рассмотрим, например, как происходит банковская операция. Вот у каждого из нас есть счет в банке. Вот если я, например, беру и со своего счета, там, перечисляю деньги кому-нибудь, там, не знаю, там, за услугу или в долг, как угодно, то что в реальности происходит? Ведь никакие деньги никуда не двигаются. То есть, там, мы это видим только по выпискам, но вот что же там происходит внутри самого банка? А внутри банка очень простая операция. То есть, вот это банк, вот там человек, там, один другому передал 100 рублей, и теперь внутри банка существует табличка. С одной стороны у нее, там, имя, фамилия, а с другой стороны текущий баланс. Все это таблички. Все, ничего там, никаких больше ценностей или, там, ну, короче, ничего нет. После этого, после совершения транзакции, банк, там, против вашей фамилии ставит, там, минус 100 рублей, против того, кому вы отправили деньги, плюс 100 рублей. Все, транзакция закончилась. При этом, как бы, именно банк совершает эту манипуляцию. Ну, при этом, если мы, например, посмотрим на то, что это если все происходит в одном банке, но если это происходит в двух банках, то мы не можем это сделать без третьего участника. И тогда у нас происходит следующее. То есть, у нас тогда вот этот, вот этот список с людьми и его балансами, там, здесь, там, 100, тут, там, 200 и так далее. Это один банк. Теперь у нас есть другой банк, тоже со списком людей. И вы, например, вот эти вот 100 рублей хотите передать вот сюда. То есть, здесь должно быть минус 100 рублей и тут плюс. И эта транзакция происходит с участием третьего посредника. То есть, здесь появляется уже центр банк, который ведет вот этот список, состоящий из банков. Это банк один, а это банк два. То есть, у него есть теперь вот это один и два. Центрбанк проводит эту операцию точно так же. Минус 100 рублей, плюс 100 рублей. И тогда этот банк на этот счет дочисляет 100 рублей. Вот это вот отработало целых три реестра. Ну, и у каждого из них есть там владелец реестра. Это тот, кто производит саму транзакцию. Знаете, что происходит, если мы попытаемся передать деньги за рубеж? То есть, будет задействована какая-то валютообменная операция. Вот эта вся схема, она точно так же транслируется за рубеж, только появляется еще один центр банка. Ну, и между ними уже возникают обменные операции. Ну, то есть, на самом деле, вот мы вроде как там карточкой чиркнули за рубежом, а гигантская система реестров отработала там за одну секунду, и каждый из реестров каким-то образом обновился. То есть, к чему я веду-то? Это то, что мир как бы сейчас, он построен на централизованном ведении различных реестров. Наши паспорта, они все находятся в реестре. Наши там водительские удостоверения, медицинские карты, все, что там, товарные справочники, все лежат в определенных реестрах. И у каждого из этих реестров есть владелец, хозяин, который их ведет, администратор. Теперь, мир пошел потому, что для того, чтобы мы верили этим реестрам, начинаем этих администраторов снабжать какими-то атрибутами доверия. Ну, например, это должна быть, это орган власти. Потому что это вроде бы тот самый орган, которому люди должны или вообще привыкли доверять максимальным образом. Ну, это естественно, да, это функция государства, ну, быть каким-то гарантом. Либо это там какие-то репутационные истории. Например, там в советы директоров, наблюдательные там советы, каких-то учреждений, которые держат очень чувствительные реестры, набирают народ, который, ну, обладает высокой степенью доверия среди населения. Каких-то там ученых, может быть, там, с неподкупным прошлым, там, каким-то репутациями. И зачем все это мы делаем? Ну, для того, чтобы люди научились верить именно вот тому держателю реестра, который их реестром управляет. Ну, мы, причем все вот эти мошеннические схемы, которые все равно происходят, они в основном связаны там не с какими-то очень умными хакерами, которые там могут взламывать, вот как в фильмах, сети ЦРУ, там, за пять минут из кофейни. А, скорее всего, там просто это было взаимодействие с администратором одного из реестров, и там за сто рублей он слил там какие-нибудь пароли. Вот и все. То есть система, вообще-то говоря, уязвима, и само появление блокчейна показывает про то, что она все равно не работает. Как бы мы ни старались вот этот механизм доверия вокруг держателей реестров сформировать. Теперь, значит, ну, теперь какой выход из этого? Появился блокчейн, и как бы в его самой сути лежит очень простая идея. Это давайте теперь вот в этот механизм доверия, ну, каким-то образом его надо по-другому сформировать. Каким это включить самого человека внутрь этого института доверия? Это вот, ну, знаете, там самому себе-то мы же, наверное, доверяем. Кто-то доверяет самому себе? В определенном состоянии, да. Ну, это на самом деле непраздный вопрос. Вот давайте я вот вам такой пример приведу. Вот все помнят еще, такой вот был момент, когда карточки нам банки раздали, а вот смс-информирования не было. Кто-то помнит это? Ну, вот было мне очень комфортно вроде, да. Ну, то есть вот я там трачу деньги как-то и думаю, блин, а сколько осталось? А правильно ли списали? Может быть, списали два раза. Вот было какое-то ощущение. И вот централизованный реестр, он как бы работал всегда вот таким образом. А давайте мы, знаете, укрепим репутацию банка. Ну, скажем, вот я ваш банк, вот зуб даю, что дважды списание не пройдет. Ну, окей, можно в эту историю верить. Но при этом, если мне приходит смс-ка с тем, что я только что сделал, а вообще, по сути, эта операция, она не имеет смысла. Ну, то есть я потратил 100 рублей, мне пришла смс-ка, что я потратил 100 рублей. Что нового мне сообщил банк? Я за это деньги плачу, кстати. Ну, и у кого-то есть это смс-информирование? Ну, или-то нет, точнее так, у кого-то нет его? Ну, мне кажется, у всех есть. Ну, потому что это удобно. А всего-навсего эта функция исполняет одну простую задачу. Это она вам же сообщает о том, что вы сделали операцию, и все именно так, как вы ее сделали. Вот и все. Поэтому, если мы, например, распространим эту логику на логику блокчейна, то именно это и происходит. То есть теперь, а давайте каждый из нас возьмет и вот эту роль по утверждению транзакции, возьмет и будет исполнять сам. То есть каждый из нас там теперь вступает в некоторую сеть. И если мы там друг с другом обмениваемся какими-то операциями, то про это знают все. И мы все держим этот реестр. Каждый держит этот реестр. И тогда у нас получается, что мы в каждый момент времени знаем, во-первых, про свои операции, и в принципе можем подтвердить любую из операций, которые сделал каждый из нас. Вот, собственно, в этом является такая вот базовая идея работы блокчейна. Ну и, конечно, это очень просто звучит. Теперь, как это реализовано, сейчас чуть-чуть поговорим об этом подробнее. Итого, то есть мы сейчас переходим от централизованного администратора, его вообще выбрасываем. Теперь у нас как бы сеть из равноправных узлов, которые держат всю информацию. Теперь, кто же ей управляет? Ей управляет компьютерная программа. Кто-нибудь пробовал подкупить компьютерную программу? Очень пассивная сегодня эта аудитория. Никто не пробовал, что ли? Не слышно, да? Я смотрю, там сзади уже спать начинаю, думаю, да что ж такое, неужели это не... Короче, компьютерную программу подкупить очень сложно. Я не знаю, как, вот говорят, что изобретут искусственный интеллект, и он придумает, как его можно подкупить. Но сейчас это невозможно. Поэтому все управление вот этими нодами, которые держит теперь вот каждый из нас, занимается алгоритм. Далее, нам необходимо будет зашифровать наши данные для того, чтобы все равно в процессе каких-то манипуляций, ну, кто-то не мог в них вмешаться. И на тему криптографии я там сейчас еще более подробно расскажу, ну, потому что без вот современных подходов к криптографии, я уверен, что никакого блокчейна вообще бы не было. А сейчас это достаточно просто. И, наконец, это идея умных контрактов. Это наиболее такая интересная тема, и чуть позже тоже на эту тему поговорим. Ну, и того, то есть вот блокчейн на четырех вот таких вещах лежит. И того, децентрализация, то есть у каждого из нас есть нода, и мы не имеем центрального администратора. Вторая – это защищенность, то есть каждой из транзакций необходимо получить общий консенсус. То есть, условно, если мошенник вклинивается в нашу сеть и пытается провести какую-то транзакцию, которую мы с вами не подтверждаем, она не пройдет, не будет записана. Это криптографическая идея. И, наконец, там идея умных контрактов. Давайте перейдем к тому, как формируется блок. Вообще, кому-то интересно, как теперь формируется блок? Потому что вот теория такая, а давайте все класть в блок. Теперь что такое блок? Итого, блок – это не что иное, как просто… Кстати, оттуда видно, что я тут пишу, а тут, мне кажется, это отлично. Теперь блок. Что это такое? Каждая из наших транзакций содержит определенную информацию. И она обладает атрибутами. Например, если я там перечисляю 100 рублей, у нее есть дата, сумма, тот, от кого я перечисляю, кому перечисляю, может, какое-то еще описание. Вот именно эта информация и является сутевой частью блока. Но, однако, может быть там усеченной. Теперь, что я делаю с этим блоком, для того, чтобы, с этой информацией, чтобы положить ее в блок? Я там плавно подхожу к тому, что такое хэш-код. Вот смотрите, давайте, например, сегодня у нас 20, какое число? Четвертое. Вот итого, у нас там есть сегодня 24 ноября 2017 года. Я хочу перечислить 100 рублей. Ну, при этом у меня еще есть какое-то описание. Например, я хочу это купить, ну, не квартиру, а что там, например, пирожок. Возможно, что-то еще, какую-то из информации. Теперь, если мы сейчас возьмем и вообще просто просуммируем все цифры, которые находятся в этом блоке, будем их суммировать до тех пор, пока мы не получим одно число. Это же всегда возможно. Вот любую последовательность цифр можно суммировать до тех пор, пока мы получим одно число. Все пытались такой эксперимент провести. Пирожок, например, мы превратим в цифры, заменив каждую букву на его номер в алфавите. Ну, вот, предположим, мы суммировали-суммировали этот код, вот эту последовательность цифры, получили там цифру 5. Вот это вот логика формирования хэш-кода. То есть мы взяли и как бы сделали цифровой слепок некой информации. Понятно, да, что она может быть абсолютно любой длины, там, размера, но, тем не менее, мы из любой, как бы, из любого размера этой информации получим, всегда получим вот эту одну цифру. Теперь зачем? Мы понимаем, что теперь, если я в любой момент времени эту операцию проведу, то я всегда получу цифру 5. Ну, правда, вот это правило формирования хэш-кода, оно не очень годится нам, потому что у нас в этом случае получается всего 10 хэш-кодов. И тогда у нас очень много каких-то блоков информации будет всегда посредством сложения цифр приводить к каким-то совпадающим хэш-кодам. Поэтому если мы придумаем какую-то другую логику формирования этого хэш-кода, и он будет подлиннее, то тогда повторяемость станет, ну, сначала очень сложной, а потом вообще невозможной. Ну, вот поэтому в блокчейн-системах используют такие алгоритмы, которые превращают любую информацию в последовательность из цифр, там их примерно 20-25, ну, которые вообще невозможно повторить. Просто прям математическая теорема, которая гласит о том, что это невозможно. Ну, зачем нам это теперь? Я сейчас покажу, как это служит гарантом определенного качества данных. То есть теперь, если я 25-го, 11-го, 2017, потрачу еще 200 рублей, ну, и куплю еще, например, что можно за 200 рублей купить? Ну, не знаю, стул. Стул нельзя, ну, ну, да ладно. И я теперь вот этот хэш-код добавлю вот сюда. Сложив теперь эти все цифры, допустим, я получу цифру 7. Получу новый хэш-код. То тогда у меня вот этот блок данных, во-первых, он будет зависеть от моего предыдущего блока, а во-вторых, снова приведет к единственно возможному результату. И если я, например, вот здесь попытаюсь вместо 100 рублей написать 101 рубль, то у меня эта цифра изменится. Согласны? А если изменится эта цифра, и она станет, например, 6, то она изменится и здесь. И тогда и этот хэш-код изменится. И тогда, если я, например, имею там ситуацию с тем, кто хочет меня взломать, я понимаю, что теперь вот эти блоки, они все взаимосвязаны, лежат у всех. И у меня стоит передо мной, перед каким-то злоумышленником стоит крайне тяжелая задача. Каким образом мне изменить вот здесь какое-то сутевое данное, при этом пересчитать всю цепочку? И вот количество вычислительных ресурсов на исполнение такой задачи, но оно настолько большое, что делает задачу вообще не решаемой в принципе. Вот суть как бы шифрования внутри блокчейна. Вот давайте быстро, может у кого-то вопрос на этой теме есть, на этом шаге. Ну, потому что это вообще базовая история по тому, как формируется блок и как достигается его неизменность. Блок – это просто база данных, хранение информации. Ну, таким образом информацию принято вообще хранить, это один из, не знаю, единственный способ ее хранения. Бенефит не в том, что это хранится именно в виде блоков, а бенефит в том, что вот эти вот все кусочки информации теперь, они определенным образом получаются друг с другом связаны. И каждый из них обладает своей вот этой цифровой подписью. То есть при этом, как бы, смотрите, вот из хэш-кода нельзя восстановить содержимое. То есть если вы знаете только хэш, это знаете, как вот, вот есть отпечаток пальца. Мы привыкли, что по отпечатку пальца идентифицируют личность. Но если я знаю ваш отпечаток пальца, я никогда не скажу, какого цвета у вас глаза. Ну, это, смотрите, просто это такой удобный способ, каким образом мы фиксируем в определенные этапы времени то, что происходит в нашей жизни. Ну, просто как-то надо их определять. Например, вот в традиционных базах данных информация появляется по мере ее возникновения. Вот там сегодня я там решил там какую-то транзакцию провести, именно в этот момент я ее записываю. А теперь представьте себе, что вот блокчейн-система, она же общая, то есть там много может поставщиков информации быть. Поэтому нам нужно определиться, как мы туда будем записывать данные. И мы, например, определили, что давайте каждые там две секунды будем записывать все, что происходит в этой аудитории. Можем, конечно, и по мере возникновения, но это будет настолько высокая частота, что мы все равно придем к тому, что будем их каким-то образом склеивать. Этот вопрос, да? Понимаете, вот давайте в нее сейчас погрузимся. А потом вот в конце поговорим там правильно, неправильно, совершенно там, что там придет на смену, может быть. Окей, да. Ну, он фиксирован, размер блока, вопрос про размер блока. Размер блока, он… Смотрите, вот поскольку мы ведем речь о том, что это просто числа, такие цифры, то вообще говоря, вот эта вот информация, она весит очень мало. Тем не менее, размер блока, он ограничен. Ну, ограничен, причем ограничение оно на текущий момент такое, что приводит к необходимости либо увеличивать размер блока, либо использовать какие-то другие алгоритмы. Но при этом, да, он ограничен, но в него влезает достаточно много информации. Давайте поедем дальше тогда. Итого там, если разобрались с тем, как информация попадает в блок, то теперь еще неплохо было бы понять, теперь, а как вот происходит сам механизм консенсуса. Ну, то есть вот не каждая информация, которую я там сгенерировал, она мгновенно попадает в блок. Ну, потому что она требует определенных подтверждений того, тех участников сети, которые находятся, которые находятся в ней. Да, это вот здесь дополнительная такая вот интересная информация там по поводу шифрования, которое используется у нас там в блокчейне. Ну, вот вообще, ну, особенный как бы расцвет, что ли, этих идей, он пришелся на ту пору, когда изобрели асимметричные алгоритмы шифрования, который сейчас у нас в России тоже используется. У кого-то есть, кстати, электронная цифровая подпись? Конечно, есть. Знаете, я много раз такие вопросы задаю и там очень часто спрашивают, а что это? Ну, вот. Ну, это здесь более продвинутая аудитория, слава Богу, поэтому не буду тогда тратить время на что такое асимметричный алгоритм. Но, вот знаете, например, хэш «Война и мир», в общем, «Война и мир» — это весьма существенное произведение. Он всего-навсего вот такой вот. Длина кода, она приводит к тому, что, может быть, будет повторение его. Вот такой вот длинный код утверждается, что практически невероятно, что еще что-нибудь будет обладать таким же хэш-кодом, как и «Война и мир». Вообще, вот шифрование самое простое, или как самое первое началось вот с так называемого шифра Цезаря. Я вот с детьми дома очень, вот когда прочитал про эти шифрования, мы теперь обмениваемся шифрованными записками. Их это очень забавляет, а это всего-навсего нужно по алфавиту сместиться на несколько шагов, ну и таким образом на несколько позиций, если сместиться по алфавиту и нумеровать буквы теперь со смещением, то получатся шифровки, которые, во-первых, с одной стороны достаточно просто расшифровать, если знать насколько, но с другой стороны это создает определенный умственный и энтертейнинговый процесс. Порепетируйте вообще, дети будут приобщены к технологии блокчейн. Значит, самый известный блокчейн – это блокчейн биткоина. Кстати, это у кого-то есть биткоины? Я хотел вторично попробовать вам его продать, но молодцы. Я надеялся, что все-таки кто-то рискнет и купит эту монету. Так вот, блокчейн биткоина, он выглядит примерно так, это вот состав блока, то есть у него есть, как мы поняли, это предыдущий хэш, это вот эта вот история. Вот если видите, что в результате всех вычислений формируется финальный хэш, который переходит в следующий блок, у него есть время произведения самой транзакции, есть там определенный код с самого дерева транзакций. Ну, там и потом вот есть… А, теперь что такое консенсус внутри блокчейн биткоина? Он организован достаточно витиевато, сейчас расскажу как. Но самый простой вид консенсуса, наверное, это голосование. Ну, представьте себе, что мы все сейчас там взяли и сформировали наш личный блокчейн. Можем же? Ну, вполне. Давайте там каждый на свой мобильный телефон установит определенную программу, которая нас всех объединит в сеть. Ну, и будем все транзакции между нами сразу писать в блоки. Но при этом давайте не будем договоримся о том, что не каждый блок, который вот кто-либо из нас захотел, он сразу туда попадает. А он должен провести неопределенную валидацию. Теперь как эта валидация осуществляется? Ну, давайте, например, будем голосовать, что если я там передал 100 рублей, ну, вам, например, вы все это видели? Ну, или нет, кто-то отвернулся. При этом я говорю там, все видели, что там транзакция произошла? Если три четверти рук поднялись, мы записываем это в блок. Или 50 процентов подняли руки. Ну, или там 100 процентов. То есть сложность вот этого, вот этой процедуры голосования, она может быть, она может определяться самой логикой программы. Но если мы один раз ее определили, она больше не может меняться. То есть если мы, если отвернулось там три четверти зала, мы никогда эту транзакцию не запишем. Она не сформируется. Это самая простая для понимания логика вот этой валидации. Однако, что? Не-не, это я вам говорю, один из примеров, и как бы это могло быть очень просто. Но, как выясняется, все, что очень просто, можно и подделать. Ну, например, а знаете, вот мы же как бы теперь физические люди, знаете, с каждым из нас кто-то там провел переговоры и говорит, что давай там сейчас я сформирую транзакцию, что я передал миллион долларов, а вы все проголосуете. Каждому чего-нибудь сейчас занесу. Все, все подняли руки, транзакция произошла, к сожалению, она попала в блок. Вот для того, чтобы нельзя было как бы провести вот такие вот переговоры с каждым из участников, была придумана интересная идея. Она базируется на вероятностной логике. То есть вот, например, сейчас разберем, как происходит валидация блоков в сети блокчейна биткоина. Там, значит, нет никакого голосования. Там каждая из валидирующих нод. Что такое валидирующая нода, кстати? Это вот, да, это вот тот самый компьютер, который включен в сеть блокчейна каждого из нас. Теперь в логике биткоина происходит следующий процесс. То есть вот тот самый каждый из нас рассчитывает по определенному алгоритму вычисления хэш-кода биткоина вот этот вот хэш-транзакции. Теперь система алгоритмически выдает вероятностным образом некое число. Вот оно называется нонсенс, которое я должен каждый раз подставлять в свой процесс вычисления хэша с тем, чтобы найти, чтобы добиться вычисления хэш-кода, который начинается вот с такого количества нулей. Вот такого. Как только я его нахожу, блок считается сформированным. Ну, при этом мы все сразу начинаем это вычислять. То есть у нас там определенная гонка за то, кто первым определит, что это за блок. После чего, как только мы находим этот блок, он считается сформированным. Почему как бы мы теперь все гонимся за этим блоком и тратим время на то, чтобы перебирать вот эти вот хэш-коды? Ну, потому что сама система теперь нам дает вознаграждение за это. То есть вот это самая гениальная идея, которая лежит внутри майнинга. То есть для того, чтобы мотивировать нас тратить свое там электричество, там ресурсы вычислительные, нам дают вознаграждение из воздуха. То есть это логика программы. Ну, правда, всегда очень честно. То есть ее нельзя там как-то подкупить, повлиять. Всегда вот этот вот процесс происходит автоматизированно. Достаточно сложно разобраться, наверное, в этом. Но принцип главное понять в том, что в сети биткоина всегда валидация транзакции происходит вероятностным образом. То есть никто не может угадать, кто конкретно из нас сейчас вот обладает возможностью сказать, да, блок сформирован. Вот в чем как бы. Здравствуйте. Я не совсем понимаю, что такое блок. Если правильно понимаю, что блок – это некий там список транзакций, которые у нас произошли в системе. Да. Хорошо. А мы валидируем транзакции. Это тоже понятно. Вопрос, зачем нам блок? Ну, то есть, грубо говоря, я увидел транзакцию, она везде у нас записалась. Мы начинаем валидировать транзакцию или мы высчитываем блок новый? Вот я здесь запутался. Вот, смотрите, значит, вот это вот информация внутри блока. Вот ее так вот надо хранить. Но для того, чтобы… Вот она еще не попала в систему. К каждому из нас она не попала. Она имеет… Она только кандидат на то, чтобы попасть. Чтобы она попала к каждому из нас, ее нужно завалидировать. То есть все из нас должны поднять руки, что да, окей, мы с ней согласны. И теперь вот у этого процесса валидации есть множество разных логик. Одна из них – это вот голосование. И как только мы проголосуем, у нас вот эта информация попадает в систему. Все, намертво, навсегда. Невозможно ни стереть, ни изменить. Если же, ну, как бы мы не подняли все руки, то эта транзакция не формируется. Все, ее нет. Вот каким образом достигается вот именно такое вот консолидированное принятие решения. Вот зачем нам нужен был центральный администратор? Это он решал, когда информация попадает. Вот смотрите, сейчас там Росреестр. Вот к нему приносят разные бумаги. Он там их смотрит. Окей, это правильно, это правильно, это правильно. вносит в реестр то, что теперь квартира не моя, а там того, кому ее продал. Но это решает администратор. Один человек. А сейчас это решаем мы все. И вообще администратор не нужен. То есть главное договориться теперь о логике консенсуса. А о ней мы договариваемся, когда вступаем в тот самый блокчейн, в который вступаем. Ну смотрите, вот у вас, как бы если у вас просто классическая база данных идет, у вас там большое количество транзакций. Вот блоки для чего сделаны? Для того, чтобы создали один блок. Потом вам нужно сделать цепочку. И вот изменения, ну если в большой базе данных, изменения можно произвести. Они возможны. Но когда у вас соединены блоки, если изменения произошли в первом блоке, вам нужно будет всю цепочку следующую менять. И вот тогда появляется логика в том, чтобы разбивать все это на блоки, чтобы у вас появились… Нет, мне кажется не то. Вот это мы то, что вот обсуждали вот буквально недавно. То есть смотрите, вот вообще говоря, вот есть у нас там целый список разных транзакций. Вот я это несколько минут назад говорил. Как там появляются записи? Вот сейчас они появляются по мере возникновения. Вы там пришли, сказали, вот у меня изменения, я взял их, внес новой строчкой. В новой строчкой внес. В том новой строчкой, новой строчкой. Теперь у нас много операторов сидит, и в эту базу валятся вот эти все транзакции вниз. И вот формируется большая база. Теперь, но мы не можем сейчас, вот если эту логику исповедовать дальше, осуществить вот эту целостность самих записей внутри базы. Поэтому, не, не, не проверить, а добиться того, что вот все предыдущие записи, они неизменны. Поэтому нам их нужно нарезать на какие-то кусочки. Ту же самую базу. Мы теперь нарезаем на кусочки. Для каждого кусочка считаем свою вот эту вот контрольную сумму, хэш-код. И дальше теперь в следующий кусочек вставляем хэш-функцию от этого. Таким образом, мы вот кусочно добиваемся целостности информации. Вот зачем блок. Ну, потому что хэш-код непонятно тогда к чему присоединить. К одной записи? Ну, она как бы, возможно, это там какая-то, я не знаю, там супер тонкое деление на блоке. Будет там, когда там по одной транзакции у нас будет, каждая транзакция будет писаться в блок. Но это не особо имеет смысл. Мы целостность можем спокойно достичь, просто имея какие-то, ну, пучки транзакций. Ага. Ну, я просто этим вопросом несколько дней назад мучился совершенно невообразимо. И я просил пять человек, там доктор наук, парень, который строит там сейчас ферму на какие-то адские миллионы. Там другой мой знакомый, который сделал там кошелек свой, запрограммировал. В общем, несколько экспертов, практиков. Я им всем задавал один такой вот простой вопрос. Зачем блок? В итоге там все отвечали по-разному. Такого прям простого ответа не дал никто. Но вместе вот сошлись в таком мнении, что блок, я вот почему сказал про несовершенство технологии. Если мы представим, что у нас квантовый компьютер, квантовый интернет и неограниченное количество дискового пространства для хранения вот этой вот базы, то блокчейн нам не нужен как технология. То есть у нас получается, что блок равен одному биту. Я извиняюсь. Это как бы давайте потом оставим. Ну, просто вопрос, зачем блоки? Блоки это ответ на несовершенство вычислительной техники. Не знаю, если кто-то получил понимание, что это из-за несовершенства, но вообще… А зачем еще? Вот я пытался дать некий ответ. Это кому-то понятно, вот зачем блоки? Можно вот так. Есть тема, что если я продаю, ну, к примеру, вам битпоинт, то я могу все свои кэши очистить, фактически избавить от всех блоков. И диалоги основная битпоинта в том, что это скрытая транзакция. То есть фактически моя личность неизвестна никому. Про личность мы сейчас поговорим, там личности вообще еще нету. Содержание блоков не нужно, если мы говорим о битпоинтах. Содержание блоков не нужно, если мы говорим о битпоинтах. Вы не можете его очистить. Почему? Оно очищается. При том, как я передал вам битпоинт, я могу избавиться от своих глазах. Так, ребят, сейчас пойдем. Я хотел спросить, у вас битпоины есть? Значит, очистить ничего в блокчейне нельзя вообще. Это вот, знаете, у нас есть там демонстрационный стенд, пойдите попробуйте, вот в соседней комнате. Итого, ну, все-таки хотел зафиксироваться на том, что такой блок, то есть это пучок транзакций, по которым рассчитана хэш-функция, то есть мы имеем цифровой слепок вот этой вот ситуации, ну, которая в каждый момент времени может воспроизвестись. Ну, поехали дальше. Нет, а можно все-таки вопрос? А давайте вы его запомните и зададите в конце. Ну, это относилось к этому слайду, мне кажется, вы не услышали ответ. Про валидацию голосованием все понятно, а про валидацию через поиск блока не очень понятно. Можно еще пару предложений по этому? Вы знаете, алгоритм, он достаточно специфичен, поэтому давайте все-таки его, если останутся вопросы и время, я вам его расскажу в конце, когда мы будем про вопросы. Извините, если сейчас это не получится. Что еще хотел как бы здесь подчеркнуть, что вот те валидационные логики, которые используются в блокчейнах разных, они сейчас, ну, обладают определенным разнообразием. Вот то, что я вот рассказал про блокчейн биткоина, у них называется proof of work. Вот это вот, вот эта вот часть. Значит, то есть базированная логика валидации, она базируется на том, на произведенной работе, то есть доказательство того, что там компьютер произвел определенную работу и нашел этот блок. Вот proof of authority – это вот та самая голосовалка. Ну, вообще говоря, существует proof of stake – это голосовалка. Но при этом сейчас происходят все более и более утонченные и изощренные логики вот этого консенсуса. То есть их не то, что там не один, а их там пара десятков уже есть вот таких вот логик, которые позволяют записывать блок. Так, теперь перейдем к тому, какие применения есть у этой технологии. То есть вот мы разобрались с тем, что лежит как бы база, какая база, а теперь что мы из этого можем извлечь с точки зрения каких-то пользовательских функций. Да, ну и того. Это как бы криптовалюты, это там майнинг и ICO. Ну и расскажем еще про умные контракты. Итого. Что такое криптовалюты и ну вообще почему как бы о них имеет смысл как бы внимательно поговорить. То есть у каждой криптовалюты, я вот этот слайд когда формировал, я все время думал о том, как же рассказать про то, чем они отличаются от обычной валюты. А вообще говоря, вот в логике криптовалюты совершенно есть удивительный фрагмент. Это в том, что если мы сейчас подумаем о том, вообще как сформировалась валюта, ведь ее же не было раньше. То есть у людей был натуральный обмен и валюта появилась лишь как средство, которое универсализирует вот этот обмен людей друг с другом. При этом у каждой валюты, ну почему кстати золото явилось ну такой универсальной обменной единицей. Лично я думаю, что потому что это был красиво, потому что он блестел и был желтый. Второе, этого металла было мало и его было сложно найти. Ну поэтому, если бы золото валялось вообще везде как листья осенью, то никто бы его как валюту никогда бы не использовал. А оно ценно стало именно потому, что его было очень мало и тогда как-то каждый хотел им владеть. Именно поэтому люди соглашались за кусочек золота отдавать там не знаю что там топор там или лук или там ну короче что вот было в тот момент, когда только валюта сформировалась. Но это быстро очень просекли правители и решили сделать и поставить это на рельсы. Поэтому ввели так называемые фиатные деньги. Что это такое фиатные деньги? Это те, которые введены законом. Это от латинского слова фиат как закон. Теперь как бы за каждой монетой или там деньгой национальной стоит так называемый синьораж государства. То есть то государство, которое как бы обеспечивает прием и нахождение этой валюты внутри какой-то территории. Например, вот знаете, что если… Вот у нас, например, в России запрещено рассчитываться долларами. И за этим следит государство. А вот рублями… Короче, каждый торговец обязан принять рубли. И если он не примет, это будет тоже нарушение закона. И опять-таки об этом заботится государство. Ну вот, кстати, самая распространенная купюра в России – это 500 евро. Она очень неудобна для расчета за рубежом. Как-то ее не очень охотно принимают. Но если, например, 500 евро там предъявить на заправке и кто-то откажется, то можно легко вызвать полицию. И эта полиция обеспечит прием 500 евро, ну если они не фальшивые, на любом… в любой торговой точке. Государство для этого использует разные там… как это… репрессивные механизмы. Что же обеспечивает криптовалюты? Там никакого… никаких репрессий нет. Никаких там вот правил, что ли. А оказывается, внутри криптовалюты лежит всего-навсего добровольное признание вот этой… вот этой единицы как ценности. Это, вообще говоря, очень интересный социальный феномен. То есть вот, грубо говоря, вот если мы сейчас в этом обществе решим рассчитываться там за что-нибудь, ну какими-то там, не знаю, визитками. Давайте рассчитываться визитками. Мы можем об этом договориться и внутри этого сообщества пытаться там вот как бы ценности менять на визитки. И если каждый из нас там как бы с этим будет согласен, а согласен он будет по причине какой? Ну, например, что я не буду постоянно подпечатывать визитки. Ну, или там… знаете, как-то… или не принимать какие-нибудь визитки. Но как только у нас есть определенный консенсус по поводу того, что каждая из визиток имеет какую-то обменную стоимость, все, это и есть та самая валюта. Теперь, чем отличаются криптовалюты от обычных вот фиатных денег? Ну, во-первых, у них есть децентрализованные эмиссии. То есть, этой эмиссией управляет компьютерная программа. Вот в сети биткоина всего может быть выпущено 21 миллион штучек. Все, больше не будет. 21 миллион одной штучки не будет, как бы мы и не хотели. Ну, в эфире там логика немного другая, но все равно там нету там какого-то единого центра, который, ну, как-то и подпечатал. Причем по воле какого-то из игроков. Именно это и создает привлекательность криптовалюте. Ну, что мы понимаем, что там все как бы работают по правилам. Вторая вещь – это как бы все криптовалюты находятся на кошельках конкретных людей. А наши деньги находятся в банках. И в этом смысле, как бы, когда вот вы засовываете карточку в банкомат, и он вам выдает чек о том, что там написано, у вас баланс 100 рублей. Кто уверен в том, что в банке 100 рублей есть? Никто вообще, что ли? Не, ну 100 рублей-то у них есть. Вот, на самом деле они вам пишут, что у них есть 100 рублей. Но, в принципе, этих денег может и не быть. То есть там писать об этом можно сколько угодно. В этом смысле, вот, например, ну, я не знаю, наверняка вам эти цифры знакомы, но вот я вот здесь их привел. Знаете, сколько всего денег в мире вообще вот ходит, ну, например, в долларовом исчислении? 80 триллионов долларов вот у нас в обороте находится. А у нас от деривативов выпущено на 630 триллионов долларов. А это ровно вот те, как это, цифры на чеках, которые там, вот, каждый из банков там, например, запрашивает какой-нибудь свой баланс. А у него там пишут, что да, там на счетах находится там в деривативах там 630 триллионов долларов. Ну, пока они их не востребуют, ну, они там и написаны. Ну, на практике их нет. Ну, вот, в этом смысле, как бы, вопросы все об обеспеченности биткоина, они, конечно же, ведут к тому, что биткоин ничем не обеспечен. И, ну, любая криптовалюта ничем не обеспечена. Но, если посмотреть на наши фиатные деньги, то и у них, в общем, есть беда с обеспеченностью. Ну, такой, по крайней мере, какой мы ее все понимаем. Итого, значит, деньги лежат на счетах конкретных участников. И в этом смысле, ну, никакие банки-то не нужны. И какие-то коллапсы банков, если они сформируются в криптомире, не будет для нас не означать вообще ничего. Теперь, есть у криптовалют такая вещь, как анонимность. То есть, вот там вот где-то, я помню, был вопрос, когда мы формировали блоки, что криптокошельки, они анонимизируют пользователей. Совершенно верно. То есть, каждый кошелек – это просто набор цифр. Там не надо никакую проходить идентификацию. И в этом, как бы, такой естественный смысл всего этого криптомира. Однако, ну вот, на мой взгляд, это вообще очень такая, знаете, удачная задумка. И периодически мне кажется, что это вообще придумано было для того, чтобы у каких-то там злоумышленников отвлечь внимание, там, усыпить бдительность и сказать, что все анонимно. Но при этом иметь возможность, как бы, следить и контролировать каждый шаг. Ну, при этом, кстати, есть масса подтверждений этому. То есть, в этом смысле, там, если я, там, как бы, нахожусь исключительно в криптомире, да, я анонимен. Но, как только я попытаюсь выйти в мир оффлайна, я тут же всю свою цепочку запалю. Ну, то есть, смотрите, например, когда, там, мне потребуется, я, например, заработал на, не знаю, это, каких-то сомнительных манипуляциях, там, не знаю, там, миллион биткоинов. Это существенные деньги сегодня. Но пока они лежат в биткоинах, да, я анонимен. Но зачем они мне в биткоинах-то? Яхту же не купишь на них, или что там надо, там, даже не обналичишь. Теперь я прихожу за яхтой, я как-то должен идентифицироваться. Яхта же не может быть на криптокошелек заведена. То есть, я по-любому, как бы, скажу, что и того, я, там, заплатил биткоины за яхту, вот он я. И теперь по одной точке выхода в оффлайн я теперь могу простроить вообще все манипуляции по этому криптокошельку. Вообще все. Ровно так вот сейчас и происходит. Есть даже курьезный случай, когда агенты ФБР там раскрыли каких-то наркоторговцев, которые через биткоины барыжили наркотиками. Ну, и когда, как бы, их арестовали, они увидели, что у них есть криптокошельки, и считая, что это все анонимно, решили потратить эти деньги. Ну, потратили, и их тоже, в общем, повязали. Значит, что теперь по криптовалютам? Ну, конечно, есть не только биткоин. Есть сейчас более двухсот видов криптовалют различных. При этом их общая капитализация уже там за 350 миллиардов перевалила. Это, на самом деле, все пока еще... Даже при этих чудовищных цифрах это все равно еще такая незначительная величина, но она очень угрожающими темпами растет. И вот лично мое мнение это в том, что у нас через пару лет у каждого будет криптокошелек. У каждого. И мы будем рассчитываться этим столь же привычно, как и сейчас пользуемся там кредитной карточкой. У кого-то сейчас там, кстати, есть криптокошелек? О, смотрите, сейчас там это 2%. А вот всего-то через два года вообще все будут сказать, а у кого этого нет? Да, самый, конечно, царь горы – это биткоин. Это, конечно, без сомнений. Так, майнинг теперь. Зачем же нам майнинг? И вообще нужен ли он в России? Значит, теперь вот смотрите. При задумке вот этой гениальной идеи блокчейна все равно встает речь о том, что сеть нужно развернуть на определенном количестве разных серверов и компьютеров. И это просто затраты. Причем этих компьютеров реально должно быть очень много. Там никакого смысла там на трех или пяти серверах развернуть сеть блокчейна вообще нет. Это нужны там какие-то тысячи серверов. Тогда она действительно становится вот именно той, ну независимой ни от кого сетью. Поэтому для того, чтобы смотивировать людей как бы вкладываться сюда, нужно что-то придумать. Обычно там в нашем государстве такие проекты реализуются как? Ну кто-то идет там в правительство и говорит, дайте нам триллион денег, мы построим какую-нибудь там мегаблин сеть. Наймем Ростелеком, там построим сеть СОДов по стране. Примерно так. Ну эти проекты весьма сложны, ну и это, вязнут. Что придумали товарищи? И говорят, а давайте мы вот за произведенную работу по обслуживанию этой сети будем платить тем, кто ее поддерживает. Но при этом, конечно, уместно было бы брать комиссию с транзакцией. Ведь это все делают. Ну там и сегодняшние платежные системы очень неплохо на этом существуют. Но пока транзакции там равно нулю, ну кого вы мотивируете? Невозможно. Поэтому нужно было придумать какой-то разгоняющий механизм. И вот его придумали. И это есть майнинг. То есть логика системы за произведенную работу по поддержке сети блокчейна, она платит вознаграждение майнеру. То, что мы теперь готовы за обычные фиатные деньги покупать вот эти биткоины, это уже наша вина. Очень многие поняли, что это там либо инструмент инвестиций, либо очень удобный инструмент. Мне, кстати, вчера позвонил знакомый, сказал, что его сын продал машину за биткоины и спросил, где их обналичить. Ну вот реально, это уже происходит вообще в совершенно бытовой жизни. При этом, кстати, напомню, что у нас биткоин запрещен. Да, в России продал. То есть на самом деле запрещен, но это происходит. То есть тут надо бы подумать, что мы запрещаем, если это все равно происходит и столь просто. Кем запрещен? ЦБ запрещен. Значит, теперь как бы, ну я его задаю вопрос, а зачем тебе это надо-то? Ну биткоин растет, держи в биткоине. Во-первых, зачем ты продал за биткоин, не очень понятно. Если тебе нужны деньги, продал бы за деньги. Но тем не менее, то есть транзакции уже идут, ребята. Вот видите, уже машину можно за биткоин. Разумеется, есть. Ну если бы не было, эта система бы умерла бы сразу. Ну просто на территории России выход из этой системы отсутствует. Ну кроме нелегальных каких-то, наверное. Смотрите, вот все, что вы как бы, все механизмы, которые вы знаете или, ну как бы вам кто-то рассказывал про это, эти механизмы незаконны на сегодняшний день. Нельзя это обналичить биткоин сейчас. Законным образом. Ну ладно. Короче, то есть, итого, смотрите. Значит, вся компьютерная программа просто занимается тем, что бонусирует на этом первоначальном этапе всех тех, кто присоединился к поддержке этого процесса. Но при этом комиссия всегда падает. Если, например, вот посмотреть на то, как сейчас устроена логика вознаграждения, то она вот такая. То есть, если вот эта вот там как бы сумма, ну или нет, в биткоинах, вот так вот, а это время, то вознаграждение падает примерно вот так. То есть, там в первые годы вознаграждение было весьма высоким, и оно каждый день, каждый день оно падает. То есть, за ту же самую работу количество биткоинов за произведенную работу падает. Но вместе с этим количество транзакций растет, то есть, внутри обслуживания сети биткоина. И это выглядит примерно вот так. То есть, в принципе, для майнера это не является проблемой, это решает лишь инфраструктурную задачу. И когда у нас количество биткоинов, которые выдает сама система за произведенную работу, вообще будет равно нулю, система уже будет спокойно работать на транзакциях. А, еще отмечу такую вещь, как майнинговые пулы. Кто-то же слышал, наверное, про майнинговые пулы. Майнинговые пулы существуют в сети биткоина, и они призваны решить задачу вот, ну, несколько улучшить показатели вот этой вот вероятностной логики формирования нахождения блока. То есть, я вот уже упоминал, что поскольку нахождение самого блока внутри биткоина это всегда неопределенная задача, никто не знает, кто его найдет, то если мы, например, возьмем и объединим все наши майнинговые компьютеры в одну сеть, то у самой сети вероятность повысится. А внутри этой сети мы, например, будем распределять награду, ну, допустим, по мощности, которую мы представили сюда. И тогда мы более гарантированно имеем этот доход, но при этом как бы лишаем себя какой-то экстра маржи в случае, если мы реально счастливчики, как в казино. Ну, при этом, кстати, есть даже интересная задача. То есть, можно, например, взять там какой-нибудь один ноутбук, подключить там к сети биткоина, заставить его майнить. Там, конечно, его вот этот вот взнос в сеть, он будет уничтожающий мал, но при этом, поскольку все-таки мы говорим про вероятностную логику, то ему может выпасть счастье найти тот самый хэш и получить за него награду. Но поскольку там блок сейчас там это 12,5 битков, то, ну, наверное, за год или за два этот лаптоп, наверное, что-нибудь да найдет. А он сейчас стоит 8 тысяч долларов, то вроде как окупается. Можно как бы поставить и забыть про него. Есть такой вот вариант эксперимента. Теперь, что такое initial coin offer? Вообще, мне кажется, вот это вот вас должно мощно интересовать. Как вообще новое такое вот явление на рынке фондирования. Ну и второе, вообще зачем это? Вот, знаете, для меня, например, это весьма удачная идея, как монетизировать идеи. Сами идеи. Вот мы же знаем, да, что сейчас, если какому-то, знаете, креативному предпринимателю пришла в голову какая-то интересная идея, то у него обычно нет денег на нее. И если он пойдет там традиционными способами, там, в банк или, там, попытается выйти на IPO, у него ничего не получится. Нечего дать в залог, там, наша вся система настроена так, что деньги может получить тот, кому они, в общем, даже и не нужны. То есть на IPO выходят компании, у которых уже позитивный P&L, там, как бы, уже все хорошо давно, там, все аудируется и так далее. Но вот это означает, что, понимаете, сотни тысяч или, там, миллионы гениальных идей, они просто не доходят до какой-то стадии реализации и тонут. Ну, в этом, в принципе, есть тоже смысл, потому что очень много идей бредовых. И тогда получается, что мы создали специально вот эти вот механизмы, как бы, усложненного получения финансирования ровно для того, чтобы, ну, отмести вот этот мусор. Но, тем не менее, нельзя исключить того факта, что у нас это какие-то из идей, они здравые, красивые, интересные, и они утонули. Теперь, что придумали, что теперь возможно с точки зрения ICO сделать в криптомире? Значит, вот эти вот, значит, если у меня есть там идея, и я ее могу сейчас там представить в виде определенного бизнес-плана и оцифровать его эффект, то я могу сейчас нарубить этот эффект на какое-то количество криптомонет и продать их первоначальным инвесторам. Но при этом я эти монеты снабжаю тоже исполняемыми криптоалгоритмами. То есть это просто программа, которая вшита внутрь монеты. Представьте себе, что вы отдаете своему там знакомому 100 рублей на какой-нибудь бизнес, но эти 100 рублей особенные. Они, например, могут к вам вернуть, такая резиночка к ней такая притянута, и вы, если видите, что он там побежал не свою идею реализовывать, а купить себе там автомобиль, вы так берете, так хоп так, и за эту резиночку дергаете, и эта 100 рублевка к вам обратно возвращается. Я думаю, что очень много проектов с такой резиночкой имело бы шанс на существование прямо в самом начале. То есть мы бы тогда поверили в эту идею, потому что это создает нам некую большую безопасность того, что мы эти деньги либо проконтролируем, либо получим назад, если идея развалилась. Вот в этом и есть принцип ICO. То есть вот эти коины, которыми мы там продаем в самом начале, мы, во-первых, снабжаем их консенсусной логикой, то есть условно, если я там создал какой-то, вот давайте прям разберем такой вот пример. Я владелец вот этого бизнес-центра. Ну и допустим, я хочу, он сейчас класса B, а я хочу сделать из него класс А. Для этого мне нужно какой-то бюджет потратить на ремонт, какую-то модернизацию и так далее. При этом те, кто сидит в этом бизнес-центре, тоже, наверное, были бы не против улучшения условий. Я к ним обращаюсь с идеей, что давайте мы сейчас проинвестируем проект ремонта, и тогда класс помещения вырастет, ну вы как бы и получите эту выгоду. Но в этом случае как бы возникает вопрос, если я сейчас с вас соберу деньги, я же могу убежать. И тогда мы в этот жетон добавляем некоторую логику, что, например, давайте как бы я разобью свой проект на некоторые этапы. И финансирование по вот собранным деньгам, оно сейчас доступно мне только на этот первый этап. И на второй этап вы все должны будете нажать некоторую кнопочку для того, чтобы он стал эффективен. Вот это и есть там отработка логики смарт-контракта. Более того, я там сейчас думаю, что вот в крипто-тусовке обсуждается интересный сейчас такой вот поворот. Это выход на ICO конкретного человека. Вот представляете, что каждый из нас, в принципе, может быть объектом инвестирования. Ну вот в каком разрезе. Например, смотрите, есть какой-то умный, успешный студент, который хочет поступить в Гарвардский институт. На это нужны деньги. И он сейчас там говорит, давайте я там вот эти деньги оцифрую в виде крипто-монет, раздам инвесторам, отучусь на них. И в качестве как бы теперь погашения крипто-монет буду отчислять там 20% от своего заработка. Ну потому что когда я Гарвард закончу, у меня заработок, наверное, сильно вырастет. Буду отдавать владельцам этих крипто-монет. Ведь это решает вопрос. Не-не, это и раньше происходило. Но раньше это происходило как там? Это были целевые кредиты, которые не очень было понятно, как проконтролировать. Мы это обвязывали целой вереницей каких-то договоров. Я мог это, например, договориться с работодателем, что моя зарплата равна, а все остальное в конверте. В крипто-мире это невозможно. Я же буду получать крипто-деньги. А там все прозрачно. И, ну, короче, не то, что невозможно обмануть. Это, ну, как бы, это не вписывается даже ни в какую из возможностей, как оттуда вытащить и положить все под скатерть. Короче, в этом смысле, правда, тут же возникает вопрос, не приведет ли это к некому цифровому рабству. Потому что можно же вообще всего себя продать, и тогда у нас там будут у каждого владельцы. Но, тем не менее, идея крайне интересная и позволяет расшить достаточно много разных вопросов, связанных с нахождением начального финансирования. И вообще говоря, поскольку мы вступаем в мир, ну, скорее, больше идей, ну, то есть вот, если мы в индустриальном обществе жили там от ресурсов, то сейчас основным ресурсом является все-таки идея, это, ну, то, что находится внутри черепа. И вот тот человек в будущем, который обладает большими идеями, он через криптомир будет стоить больше. Ну, а репутация вообще станет единственным продуктом, который хоть какую-то ценность имеет. То есть вот в криптоэкономике, конечно, возможно обмануть, но один раз. Потому что все ходы всем известны и все записаны. И никак нельзя ничего изменить. Да, теперь вот эти криптомонеты, они обладают, их всего есть три вида. Может быть больше, но это какие-то уже комбинации. То есть один из видов – это сам расчетный токен, то есть это как биткоин. То есть криптомонета, которая предназначена для того, чтобы ей рассчитываться. Есть криптотокен, который является аналогом акции, то есть перенаправляет обязательства по долевому участию в какой-то бизнес-идее. И, наконец, это как заемный инструмент, облигация. То есть я как бы… Это вот пример с этим, с офисным центром. Это понятно, что такое ICO-то? Да. Мне кажется, важная вот эта вот тема. Да, просто-таки вопрос. Я правильно понимаю, что, значит, все транзакции внутри проекта должны быть тоже только в криптовалюте? То есть если эта идея, она не может быть реализована через какие-то оффлайн-расходы? Вы знаете, в идеале – да. Сейчас просто из-за того, что у нас невозможно… Вот видите, тот пример, который со смарт-контрактом я изложил, он очень тесно связан с тем, с исполнимостью этого смарт-контракта. Исполнимость полной смарт-контракта возможна только если вообще все транзакции в криптовалюте. Ну, потому что для того, чтобы, например, банк заблокировал какую-то трату ресурсов, денежных средств со счета до достижения консенсуса, он должен быть как-то включен в эту историю и согласен с этим. Если он по каким-то причинам может на это повлиять, вся идея и рассыпается. Ну, представьте себе, мы там выпустили жетон, там говорим, что вот пока мы все не проголосуем, там больше денег не плати. Ну, банк-то может заплатить? Он говорит, да я клал там на ваш этот консенсус, все там, все деньги отправил. То есть это самое большое ограничение сегодня для ICO, что все траты должны быть в криптомире. А вот если, я знаю, такие популярные проекты ICO, когда что-то программируют ребята, да, то есть они привлекают средства и программируют. Как в контракт можно прописать, сколько он пропрограммировал? То есть это же труд, как его можно рефлексировать, что он сделан или не сделан? Очень хороший вопрос. Вы знаете, у нас тут вот в этом центре неделю назад был семинар с швейцарской криптодолиной. Они немножко дальше там нас продвинулись, вот именно в этой области. Так вот они рассказывают про то, что в швейцарских институтах появилась профессия токенизатор. Вот как бы это странно не звучало. Более того, утверждают, что токенизатор это будет буквально через 5 лет такая же профессия, как слесарь, не знаю, какой-нибудь там. Короче, совершенно любая будничная такая профессия. В чем ее смысл? А ровно в том, что вот теперь этот токенизатор будет в рамках некоторой технологии определять правила вот этого исчисления этого токена. То есть там как его нарезать, в том, как проложить алгоритм. Поэтому, если, например, речь идет о разработке кода, то можно, конечно, утрировать эту историю. Например, мерить количество строк кода, но это не очень эффективно. Но при этом все равно любая разработка какого-то продукта, она разбита на определенные этапы. Поэтому, если вы привязываете логику исполнения вот этих токенов к этапам реализации продукта, у вас все равно появляется больше способов контроля. Ну, например, у каждого продукта должна быть сначала какая-то описательная часть, логика, white papers или какое-то техническое задание, технический проект. Это некоторый документ, который вы можете презентовать теперь тем, кто вложился. Дальше мы там, если посмотрели, окей, есть там идеи, нравится, но там все палец приложили, мы едем дальше. Дальше начинается разработка, тестирование. То есть мы даже можем контролировать сам прогресс исполнения вот именно этой истории. Так, я правильно поняла, то есть так как проекты всегда имеют риски реализации на каждом этапе, значит, каждый следующий этап может быть, то есть проект продолжается только с решения акционеров этого проекта, да? И они еще и еще дают туда каких-то своих инвестиций. Нет, нет, смотрите, значит, вот я как там создатель какой-нибудь идеи, я, например, говорю, я хочу создать там, ну, условно, допустим, там, криптокошелек, который будет там со всеми видами валют работать, при этом там мгновенная конвертация в фиатные деньги. Для этого мне нужно, ну, я почему-то посчитал, 200 миллионов долларов. Ну, кстати, вот именно эта история меня сейчас там и напрягает, потому что, вообще говоря, любые стартапы, они не должны стоить дорого. Там, я не могу себе представить, что это за такая дебютная идея, которая там нуждается сразу в привлечении 200 миллионов долларов. А ведь сейчас они собирают столько. Ну, там, я не знаю, там даже миллион долларов, и то там достаточно существенная цифра для разгона. Ну, я думаю, именно поэтому вот это и приведет там к определенному, как бы вот сейчас там идет рост, сейчас там будет там некоторый обвал, дальше выйдет уже на нормальные равномерные русла. Но, значит, вот я теперь собрал каких-то денег, теперь они лежат у меня, ну, то есть первое, что я определяю собственное участие. Вот все сразу спрашивают, о, а можно быстро заработать там, типа, и вообще ничего не делать, и убежать. Ну, в принципе, можно один раз, но при этом все равно. Даже вот как бы в проспекте эмиссии, который вот сейчас называется white papers этого, любого ICO, вы пишете, а сколько этих монет будет зачислено на кошелек владельца. Ну, и давайте я прямо сейчас эксперимент проведу. Я вот там задумал, офигенный проект, вообще, вот, все, блин, эффективно, офигенно, мне нужен миллион долларов, из них 90% я забираю себе. Кто вложится? 90% мне сразу. За 10%. В этом логика. Вот я говорю. А это всегда так, конечно. Не, не, ну, я-то хотел вычурность примера показать, что я, например, по умолчанию против какого-то входа в какой-то проект, где 90% фондирования забирает себе лично владелец. Ну, даже идею дальше читать не буду. Ну, какая-то она странная. То есть она сразу пахнет тем, что я хочу сразу окашиться и убежать. Какой бы гениальной идеи ни было, может, я реально за 10% ее продам. Ну, давай тогда уже. Да. Спасибо. У меня вопрос по вашему примеру в отношении вот смарт-контракта на обучение, да, вот это вот персональное ICO. Скажите, а чем это, в общем-то, от кредита на обучение отличается? Потому что, ну, хорошо, мы даем под условием того, что эти деньги будут направлены на образование. Направлены на образование действительно заплатил человек Гарвардскому университету эти деньги, но заплатил и отчислили его. Мы обратно пытаемся за эту резиночку потянуть, но у человека денег нет, он отчисленный студент, он ничем не занимается, метет улицу. Да, смотрите, значит, вот ICO не отменяет каких-то традиционных способов финансирования, и они есть. Однако они все равно обладают дополнительными способами там некого контроля и привлекательности. Почему? Ну, например, если вы, я вот уже это говорил, что, смотрите, я, допустим, отучился в Гарварде, теперь я должен банку какой-то, ну, вернуть кредит. Ну, я же могу объявить там персональное банкротство, как-то в дефолт впасть, а вообще, говоря, все равно продолжать зарабатывать деньги, но при этом в конверте. Ну, могу. Ну, то есть, смотрите, способов обхода сегодняшней системы, ну, к сожалению, много. Ровно потому, что вы всегда привлекаете деньги и кладете их в черный ящик. Вот, смотрите, еще интереснее пример. На чем живут банки? Они принимают от нас депозиты, далее они эти же деньги возвращают нам в виде кредитов, но под более высокий процент. Ну, казалось бы, идея клевая, но при этом, как бы, то, что они там внутри делают, это черный ящик, я не знаю, никому они это отдали, может, и себе забрали. Вот, как сейчас там санация происходит, выясняется, что они кредитовали там собственный бизнес. Но у меня нету никакого понимания, кому они это направили. Второе, они там, как бы, банки говорят, мы несем этот кредитный риск, что если кто-то не отдал, мы тогда отдаем. Но за это, как бы, мы берем достаточно высокую маржу. А что, если мы сделаем так, что это будет абсолютно прозрачно? То есть, вот мы там друг друга финансируем, мы и так это делаем, кстати, только через посредников, через банки. Но при этом это финансирование, мы абсолютно точно знаем, куда я дальше эти деньги отправил. Ну, и вообще, как бы, вижу, ну, как бы, я состоятелен в плане того, чтобы отдать. Второе, там, вы же можете даже контролировать траты. То есть, не то, что там, вот, дай мне там 200, там, тысяч рублей, не спрашивай, зачем, гарантирую, что отдам. Но мне же нужно там на эти 200 тысяч рублей купить определенные вещи. Давайте я прямо буду говорить, мне нужен молоток. Молоток, на, покупай. Мне нужен, знаю, мороженое. Мороженое не покупай, ты толстый. Смотрите, вы задаете вопросы, ну, через чур общие. Я не могу ответить на вопрос, как контролировать такую сложную вещь, как интеллектуальная собственность. Более того, в криптоме, он, этот инструмент не дает абсолютного контроля. Но при этом он дает существенный контроль. То есть, вы можете потерять деньги первого этапа. Но это же лучше, чем потерять все. Как нарубить интеллектуальную собственность? Ну, это работа токенизатора. В каждый конкретный момент надо определить, что такое интеллектуальная собственность. И как вообще ее можно там дальше, ну, как-то описать, определить, нарезать. Нет, не возбуждает вас эта идея ICO? Кто-нибудь хочет на ICO выйти? Как вы, как вы все отличаетесь от этой молодежи, которая, знаете, сейчас конференции по ICO, их там, я не знаю, каждый день, наверное, проходит. При этом собираются там тысячные залы, тысячные. Все просто кипят идеями, там, наперебой рассказывают, там, типа, у меня вот такая идея. Ну, кстати, я вот там на нескольких был, и вот в Питере однажды был, и выхожу на парковку, которая прямо перед этим конференц-залом. Вот такое количество Porsche Panamer я не видел в одном месте ни разу. Так что, в принципе, у них все нормально идет пока процесс. Теперь по поводу умных контрактов быстро. Смотрите, умные контракты – это вот то, о чем мы уже там несколько раз заходили на эту тему и говорили. Но, как выяснилось или как выясняется, это вообще такая глубинная философская, не проблема, а как-то подход. Оказывается, вот, знаете, был такой Рональд Коуз, он нобелевский лауреат. И чем знаменит, это тем, что он открыл так называемую теорему Коуза за описание такой вот экономической синтенции, как транзакционные издержки. И вот теория, как бы, этой истории заключается в том, что, оказывается, экономическая состоятельность каждого из видов деятельности напрямую зависит от наличия в ней транзакционных издержек. Что это такое? Ну, вот по Коузу транзакционные издержки – это любые виды… Кстати, а кто-то слышал про Коузу? Что я рассказываю? Может, вы все знаете? Рассказывать или нет? Ну, очень быстро. Короче, транзакционные издержки – это то, что влияет на эффективность любой компании и любой экономики в результате. Ну, в общем, это достаточно естественно. Но под транзакционными издержками он понимал очень широкий класс мероприятий. Например, если нам надо заключить какую-то сделку, то нам при этом все равно нужно собрать информацию, провести переговоры, дальше укатать как-то по цене, дальше облечь это все в форму юридических договоров, и произвести достаточно много манипуляций, прежде чем мы начнем, собственно, работать. Ну и по его вот этой теореме, если мы стремимся к снижению этих транзакционных издержек, ну, например, до нуля, это что означает? Что, например, все стороны идеально исполняют свои договоренности. Или, например, информация всем доступна, всем абсолютно, частям. То тогда мы имеем абсолютно эффективный хозяйствующий механизм. А теперь, если посмотреть, что такое смарт-контракт вот в этой системе блокчейн, то это ровно это. То есть что тогда? Вот почему сейчас система работает с транзакционными издержками? Да ровно потому, что мы вынуждены обслуживать или тратить деньги, ресурсы и усилия на то, чтобы содержать огромную армию посредников. Кто такой нотариус? Он какую ценность нам приносит в бизнес-процесс? Он что-то там подтверждает. Ну, при этом делает это достаточно уже архаическими способами. То есть вот, ну, что он делает? Он берет ваш паспорт, смотрит на него, говорит, да, это вы. Ну, удостоверяет это как бы уже результат. А как он это делает? То есть там сегодняшние технологии делают это гораздо лучше, чем человек. Вы знаете, мы вот тут пока делали проект с Росреестром, поехали в Швецию посмотреть на то, как у них. А у них там якобы есть по информации внедрение блокчейна в земельном регистре. Ну, вот пока у них нету, правда. Но выяснилось то, что вот эти люди, они запустили блокчейн-проект ровно для того, что они увидели, что люди там до 17 лет, они не понимают значения подписи. Вот что это вы там, говорит, делаете ручкой на бумаге? И в чем смысл этой манипуляции? То есть чуть-чуть дальше пройдет, и мы вообще как бы оторвемся от того, что мы не будем понимать, в чем смысл процесса. То есть они все уже давно привыкли, там, где-то отпечаток пальца, тут он там фейстон, а вызовы вот это что такое? Ну, к чему я как бы веду? Это то, что технология сейчас там прекрасно заменяет то, что мы там понастроили с точки зрения вот валидации наших действий. Более того, а сейчас мы приходим к тому, к такому выводу, что и валидация этих действий не нужна. Ну, то есть если мы каждый являемся валидаторами наших транзакций, то зачем нам нотариус? В принципе, зачем нам даже Росреестр, если мы каждый держатель этого реестра? Ведь Росреестр-то что, он просто гарантирует, что у него в справочнике есть запись о вашей квартире. Ну, если она у нас, у каждого есть, то зачем нам еще один источник? Давай. Вся же сила реестра в том, что он имеет, ну, как бы наполненность. Он уже обладает информацией. Вот для того, чтобы, грубо говоря, перевести весь реестр в блокчейн, сколько на это понадобится лет? Нравится, что вы прям сразу с лет начали. Ну да. Хорошо, хоть не тысячелетий. Ну, значит, вот смотрите, у нас с 1 января начинается первая фаза вот этого перехода Росреестр на блокчейн в городе Москва, самый активный регион. Значит, в нем регистрируется сейчас 15 тысяч сделок в день. Много. А в Москве всего 40 тысяч объектов недвижимости. Ну, конечно, информации там много. То есть она неким образом уже оцифрована. Но при этом, как бы, оцифровка, она, ну, в неких старых стандартах этого процесса. То есть, например, что такое оцифровка сейчас в их понимании? Да и в нашем тоже. Это мы берем свидетельство, скан и файл складываем в базу данных. То есть мы все равно, как бы, привязываемся к каким-то, ну, как бы, этим бумажным документам. Хотя переводим их в цифру. Но на самом деле, если посмотреть на, там, договор купли-продажи или на объект недвижимости, это сет данных из 20 полей всего-то. Это копеечные данные. Это просто, я не знаю, ни о чем. Поэтому и эти данные есть. То есть я там думаю, что, как минимум, по Москве за год эта информация вся точно доступна, способна быть перекачанной в блокчейн. Так вы тогда получаете следующего уровня проблемы. Трэш-ин, трэш-аут. То есть вы заводите в блокчейн и валидизируете информацию, которую, условно говоря, вы не можете валидизировать. То есть, если туда завели ошибку, то она уже будет вечно, ее уже никак не изменить. Если раньше был супер. Восхитительный вопрос. Вообще просто супер. Действительно, от пользовательской ошибки никто не застрахован. Но что это означает? Это вообще, говоря, наш слепок жизни. Ну, мы же тоже, вот, например, смотрите, есть у вас этот регистратор на автомобиле, видео. Он нужен для чего? Ну, наверное, не для того, чтобы всегда вы были красавчиком. Чтобы вы там пришли и сказали, так, вот если я сейчас тут поверну через две сплошные, я сейчас это подотру, склею пленочку, и все равно все у меня будет хорошо. Ну, нарушили, нарушили. Ну, заплатили штраф, дальше поехали. Так же здесь кто-то внес неправильную информацию. Это каким-то образом вскрылось. Должен быть механизм внесения корректирующей записи. Не исправление этой, а внесение нового блока. То есть я сказал, что не 100 рублей заплатили, а 200. Но этот блок остался. Вот здесь вот только мы вместо стула написали коррекция. Ошибся, товарищ Иванов. А кто будет корректировать? Мы обратно возвращаемся к тому, что у нас есть некий орган, который занимается корректировкой и внесением блоков в корректировочные. Нет, нет, нет. Пожалуйста, отличите это. Вот смотрите. Значит, люди не перестанут ошибаться и воровать друг у друга что-нибудь. То есть вот блокчейн не решает проблемы вот такой вот, что я вас могу реально обмануть. Ну, каким-то образом там убедить, продать там, не знаю, какой-нибудь там вот компьютер ваш за 100 рублей. И вы его все там продали. Все видели, что он продал? Все зарегистрировали сделку. Потом вы пришли домой и говорили, Боже, что же я сделал? Для этого у нас должен быть суд. Суд решает. Если вы сумели убедить суд в том, что я воспользовался практикой гипноза или что-то словами вам сказал, руку заломал, а все вдруг почему-то это подтвердили, но я все равно вам заломал руку, и он принял решение, что все равно этот компьютер ваш, все, мы внесем новую транзакцию. При этом как бы описав, в ходе какого процесса она к вам обратно вернулась. Ну, смотрите, мы в самом начале этого процесса. Вот впереди у нас там настолько много чего надо поменять и ответить на эти вопросы. Ну, потому что, вы знаете, у меня, я этот пример несколько раз рассказывал, но вам тоже расскажу, он очень поучительный. У меня есть один друг, он адвокат. Когда я ему рассказал, чем занимаюсь, он там ужаснулся и сказал, ну все, нам конец. Ну, в смысле? У нас вообще все хорошо, сейчас все будет записано. Говорит, вот смотри, у меня был случай. Значит, его личная бабушка, к ней пришел участковый. Прямо в форме, все нормально там. И говорит, что, бабушка, знаете, тут орудует банда мошенников, этих черных риэлторов. Давайте вы, если вдруг к вам кто-то придет, вот вам визиточка, наберите мне, мы его сейчас прижмем. Действительно, через какое-то время появляется какой-то человек, пытается купить квартиру, она ему звонит, говорит, все, попался, ловим на живца. Обо всем, все, соглашайтесь, подписывайте, деньги вернем, все нормально. Бабушка, она участник процесса, она, блин, борется за... Она его отвела к нотариусу, она сказала, что это ее внук, она переписала на нее всю квартиру. И все. Теперь появляется наш адвокат. Знаете, что позволило ему вернуть квартиру? Несовершенство нашей бюрократической системы. Потому что эти товарищи, они действовали в спешке, какие-то справки не собрали, какие-то произвели с нарушениями. Короче, весь процесс состоял из зацепочек. Поэтому он как бы воспользовался этим и развернул сделку. Скажите, блокчейн в этой ситуации нам как поможет? От мошенников мы не убережемся. И если кто-то убедит бабушку подарить квартиру мошеннику, и это будет зафиксировано в блокчейне, это будет зафиксировано как ее воля. Она там скажет, да, все нормально, там как вот в мобильное приложение. Она говорит, я в трезвом уме, отрытый, ты-ты-ты-ты. И все. Ну, опять-таки, это не означает, что у нас все потеряно, все, давайте топить блокчейн. То есть, в данном случае просто, когда очень устойчивое утверждение в том, что там типа давайте все на блокчейн, и сейчас у нас регистрация сделок там проходит за 7 дней, а будет за 3 секунды. Физически это возможно за 3 секунды. Но надо ли? Ведь у нас, вы знаете, если супруги решили развестись, им дают там месяц на повторный визит, не потому, что они не могут их там развести сразу. Подумайте. Может быть, все-таки что-то изменится. И в этом смысле вот этот смарт-контракт, он тоже может растянуть этот процесс. Например, если речь идет о сделке в 100 рублей, да хрен с ней, ладно, невелика потеря. Если речь идет о продаже какой-нибудь там, не знаю, существенной собственности, то мы в смарт-контракт должны внести какие-то растягивающие элементы. Какое-то дополнительное подтверждение. А вы точно уверены? Давайте вот через 2 дня еще отпечаток внесите. Там вон вопрос, да. Вот смотрите, вы говорили, что одна из, то есть, сила блокчейна в количестве серверов. И это решается там вот созданием огромных цотов и так далее. Но ведь сила не только в количестве серверов, а в том, что они еще и друг другу не доверяют. то есть, тут недоверие как раз играет некую балансирующую роль. Как вот, реализуя проект для Росреестра, вы это обеспечиваете? Там еще все равно себе сервера Росреестру принадлежат? Ну да, это там большие числительные мощи, но... Я понял. Ну, смотрите, действительно, восхитительный вопрос и, к счастью, он возник у рабочей группы, которая обсуждала это, что мы сейчас в проекте Росреестра используем пять валидирующих серверов, но, в принципе, они все принадлежат неким государственным или полугосударственным структурам. Ну и, казалось бы, мы тут как бы вводим в заблуждение население и, ну, говорим, ну что, государство все равно договорится, потом они это там задним числом пересчитают и все будет... В данном случае мы как бы используем логику так называемых аудиторов. То есть, каждый из нас с первого января получит возможность быть аудитором этой сети. Что это такое? Мы как бы транзакцию не валидируем, но мы ее можем весь блокчейн скопировать себе на компьютер. На телефон можно скопировать. Что это означает? Что если, например, я участник сделки, я вижу, что моя сделка прошла, вот она в блоке, я этот блок скачал, и это как видеорегистратор. Все, у меня теперь есть гарантирующее доказательство того, что хэш-код от моей транзакции дает пятерку. И если он завтра изменится, у меня будет доказательство, что это раньше была пятерка. И это каждый из нас. Ну и вторая вещь, это то, что мы, конечно же, хотим, не хотим остановиться на вот этих там пяти серверах, а хотим туда допустить частников, застройщиков, какие-нибудь там компании по риэлторам, ну вообще всех участников рынка. Ну, потому что на самом деле это ничему не противоречит. Единственное, что какой-то должен быть смысл. Мы сейчас не хотим как бы людей заставить платить за это. Ну, по крайней мере, пока. Но кто-то же должен сопровождать эти сервера, это денег стоит. Поэтому этот вопрос нам по-любому придется как-то решить. Сейчас мы это решаем там вот, ну, за счет собственных средств там и эти валидирующие сервера нам предоставляют наши вот эти партнеры, ну, как из каких-то резервов. Это пока первая часть нашего проекта. Короче, это, завершая мысль про Рональда Коуза, как выясняется, у нас блокчейн это прям такая, это научная история, а не просто досужие изобретения там каких-то умных айтишников. В каких еще, значит, распределенный реестр теперь? Это, ну, как бы завершающая часть, как бы такой сутевой на полностью всей концепции блокчейн. То есть у нас там были криптовалюты, там это было ICO, майнинг, а теперь есть реестры. Вот Росреестр и переход права собственности через блокчейн, он может не сопровождаться никакой, ну, монетарной транзакцией даже в криптовалюте. И именно этим он отличается от того, что, ну, принято считать криптоэкономикой. То есть, в принципе, если мы не используем криптовалюту, мы все равно можем оставаться внутри блокчейна. И сейчас вот этот там, ну, условно, пример. Вот недавно в Москве, вчера, по-моему, произошло внедрение, анонсирование работы блокчейн, блокчейновской системы, голосования внутри Москвы. Вот это, знаете, пример, который, вот там сейчас вокруг метро Войковское были какие-то разговоры на тему того, что кто такой Войков, там, типа он, там, короче, плохой парень или хороший, надо оставлять его имя на улице или нет. У Москвы есть определенный ресурс, который позволяет голосовать, но у него нету доверия граждан, потому что мы никому не доверяем, мэру тем более, кто он такой, конечно. Поэтому, ну, говорим, а, все подстроено. Теперь вся эта система выложена в блокчейн. То есть мы, в принципе, видим там, как бы каждый, кто проголосовал, видит свой голос, вот он записан в блоке, там, есть этот идентификатор, там, все, вся целостная цепочка связана. Ну, казалось бы, это можно, ну, как, подавать, как определенное использование реестровой логики, выраженной в блокчейне, но без криптовалюты, никаких валют тут нет. То же самое, та же самая история с Росреестром, например. Вот мы там берем, переводим, продаем квартиру, но денежные расчеты мы можем производить в фиатной валюте, а сам переход права собственности, он переходит внутри блокчейна. Тоже никакой валюты нет, но все транзакции мы фиксируем в блокчейне. В этом, ну, то есть я к тому, что в области применения блокчейна, они вообще говоря, как в финансовой, так и вообще в нефинансовой сфере. Говоря, очень интересным примером, как бы, использования блокчейн-технологий может быть голосование. То есть представьте себе, каждому из голосующих, короче, каждому из избирателей заводится крипткошелек с определенным жетоном одним. А у тех, кого мы выбираем, тоже есть кошельки. Процесс голосования выглядит так. То есть тот, кому мы верим, направляем транзакцию в его сторону, на эту монету, и дальше у кого баланс больше, то ты выиграл. Прям все пишется на блокчейн. То есть там мы все, все ходы видим, все записано, там и время, и там, и последовательность, короче, абсолютно все. Вот это вот, я думаю, точно будет применяться. Я это слышал, запускают очень маленькие страны, правда, в Европе. Но у нас это сделать, вот, наверное, в наших силах. В принципе, я вот хотел на этой ноте завершить, и если остались вопросы, то поговорить уже по поводу вопросов. Ну вот сейчас уже в конце дискуссии обсуждали по поводу суда, и кто судья. Вот есть какие-то идеи по того, кто принимает решения об этих корректирующих записях? Суд. Это реальный суд, вот существующая судебная система? Понимаете, ее нужно будет тоже неким образом модифицировать. То есть, значит, сегодняшний суд, он сформирован ровно из тех соображений, которые у нас есть в наличии. То есть, условно, в Америке суд, он является прецедентным. То есть, там какие-то факты, когда-то вынеслось определенное решение, мы пользуемся этим. У нас состязательный. То есть, там адвокат принес такие эти доказательства, прокурор, другие. Вот мы выбрали, кто прав. Этот суд выбрал, кто прав. Но при этом мы всегда ориентируемся, суд всегда ориентируется на документы. Что такое документы в блокчейне? Ну, они тоже есть. Они тоже есть. Но они совсем другие. То есть, там сейчас мы больше определяем внимание, например, там на подлинность документов, на то, как они соотносятся друг с другом. И тем самым простраиваем ретроспективу какой-нибудь там сложной сделки, в которой кто-то из сторон прав или не прав. Ведь так. В принципе, нам нужно научить сегодня суд оперировать этими данными. Как мы это сделаем? да, это будет модификация судебной системы. Но не думаю, что она будет настолько радикальной. То есть, если сейчас, например, приходит там человек с какой-нибудь справкой в суд и доказывает, что вот, вот, я там, не знаю, платил за ЖКХ, вот, видите, чек, то сейчас нам нужно судью научить смотреть в блокчейн, где ровно эта же информация отражена. Ну, и второе, нам нужно каким-то образом на государственном уровне признать тот факт, что записи в блокчейне можно верить так же, как этой бумажке. Понимаю, спасибо. А можно еще такой вопрос? Вот все-таки узкие места. Мы же знаем, что были случаи воровства криптовалют. Где эти самые узкие места? Они в шифре, они в вот этих хэш-кодах или как раз-таки в валидации, в голосовании? Вот по вашему мнению. Ну, смотрите, значит, вот хэш-функция, она настолько интересна, как бы, то есть, понимаете, ее даже бессмысленно шифровать, там, особенно так упорно. Ну, из-за того, что это однонаправленный механизм. То есть, получив хэш-код, я никогда не восстановлю содержимое. Ну, поэтому вкладываться в шифрование хэша, вообще, мне кажется, какая-то нелепая задача. Поэтому здесь никто не бьется над расшифровкой хэша, вообще. Сейчас основные мошеннические действия направлены на то, чтобы взломать кошелек. Вот это вот, но эта история-то какая? Она лежит несколько сбоку от блокчейна. То есть, вот смотрите, вся информация в блокчейне, при этом, как бы, висит в блокчейне информация о том, что вы владелец этого кошелька и у вас там 100 биткоинов. Теперь злоумышленник может притвориться вами, зайти в ваш кошелек и перечислить эти деньги. Все снова ляжет на блокчейн, все нормально. Он даже не поймет, что это сделали не вы. Вот где лежит мошенничество. Так, поняла. То есть, получается, за кошельки у нас отвечает кто? За кошельки у нас отвечает много кто. Ну, то есть, это целая отдельная индустрия, кошельковая логика. То есть, во-первых, кошельки, ну, то есть, их бывает несколько. То есть, прям целые компании, которые разрабатывают программное обеспечение для держания кошельков. Есть, например, кошельки, которые вообще выполнены в виде флешки. Это оффлайн кошелек. То есть, вы ее там вставили в компьютер, туда перевели свои там средства, вытащили. Ну, все, как туда влезть. Вы, правда, можете флешку потерять. Ну, короче. То есть, они, в принципе, различаются по надежности? Конечно. Ну, смотрите, есть там кошельки, которые вообще лежат на бирже. И вот, ну, эти кошельки наиболее часто взламывают. Но, те, что лежат вот оффлайновые, это максимальная там степень защиты. Называется, кстати, cold storage. То есть, те, что к интернету даже не имеют доступа. Там очень витиеватые логики у некоторых. А комиссия, которую платит владелец кошелька, собственник, как бы, продавцу кошелька, она различается по степени надежности? Тут какой рынок? Там, нет, по транзакциям нет. То есть, там сам кошелек может что-то стоить. Да, он что-то стоит. Чем более надежный, тем более дорогой. Ну, какие-то, сколько-то стоит. А есть бесплатные кошельки, можно его прямо сейчас скачать, ну, чтобы был. Еще вопрос. Вот, когда биткоин разделился на биткоин кэш, решение об этом, вот, что блокчейн, ну, то есть, допустим, нужно совершенствовать блокчейн, и кто принимает решение? Все должны проголосовать по какому-то правилу, чтобы измениться сам код? Вообще, супер вопрос. Я забыл про это рассказать. Что такое форки? Вот, это выглядит так, что вот, как же теперь происходит, ну, какое-то обновление программного обеспечения? Вот мы сейчас все установили один блокчейн. Ну, наверное же он не является самым совершенным. Наверное, мы видим какие-то издержки и хочется что-то поправить. Разработчик, например, придумал, как это исправить. И выпустил новую версию этого блокчейна. Оперирующей системы. Не самих данных, а то, что управляет этим. Теперь, как бы, мы все должны согласиться его загрузить. И если мы все соглашаемся, все это проходит естественно, мы дальше двигаемся в эту сторону. Но бывают случаи, когда кому-то из нас не нравится это. Ну, и мы как-то понимаем, что если, например, кто-то не примет это, ну, то есть мы же можем опять консенсусом сказать, 50% готовы, все, загружаем. Если не готовы, то сеть раскалывается. И тогда кто-то остается со старой системой или загружает свою, кто-то остается, кто-то теперь загружает вот это новое обновление. Вот так вот происходят вот эти форки, то есть разделение. И дальше вот эта монета, которую мы теперь подтверждаем, это формально другая монета. Вот, вот таким образом появляется там биткоин, сейчас там биткоин кэш есть. Вопросы для цепочек, для сфотографа, для сфотографа, для нарушения последовательных транзакций, транзакций происходят раньше, чем они должны были произойти. То есть не всегда же происходит валидизация транзакций вовремя. То есть мы не работаем все по одним часам, когда валидизируем транзакции. Именно поэтому возникает вот этот вопрос с консенсусом. Именно поэтому мы должны делать 10 нулей в хэшах, именно для того, чтобы это занялось какое-то время. Но происходит такой момент, когда транзакции, которые произошли позже во времени физически, пишутся раньше в блокчейн. Поэтому эти деньги уходят не к тому и баланс нарушается. Это считается как мошенничество использования допустим этих дыр в алгоритме. Или это недостаток, так сказать, который нужно нивелировать. Честно, я не очень понял вопрос. Он, видимо, очень технический и касается реально биткоина. Ну, биткоин и последняя катастрофа с этериумом, она тоже закончилась тем, что пришлось форкнуть этериум. Не могу сейчас продолжить эффективную дискуссию на эту тему. Извините. Создавать блокчейн на трех-пяти компьютеров бессмысленно. Вы создаете с Росреестром на пяти компьютерах. И в продолжении вопроса, то есть закладываете ли вы в модель развития какую-то экономическое вознаграждение для поддерживающих нот развития этой сети. Спасибо. Тоже очень хороший вопрос. Ну, значит, не бессмысленно. То есть, вы знаете, да, что все развивается постепенно. То есть, в этом смысле, знаете, строить просто фундамент дома тоже бессмысленно. он сам по себе не имеет никакого значения. Но при этом, вот то, что я уже там пояснил, что у нас там валидацией занимается пять серверов. Ну, при этом мы даже специально постарались разнести это не только по государственным компаниям, но еще у нас участвует Ростелеком и Сбербанк. Ну, тоже, в общем, близкие к государству, но все-таки негосударственные и со своими интересами. То есть, убедить Сбербанк, например, там, пересчитать эту цепочку со стороны Росреестра, ну, я не знаю, какая мотивация у Сбербанка это будет сделать. Ну, ладно. Второе. Есть все-таки аудирующие ноды. То есть, там, этих нод может быть настолько много, сколько вообще возможно. То есть, каждый из нас, каждый житель Москвы может это скачать и быть аудитором этой системы. Теперь по поводу транзакционной, как бы, комиссии или как это окупать. Смотрите, любой, любой блокчейн-проект это не просто технология ради технологии. У нее, у каждого проекта должен быть экономический эффект. Мы в результате идем к тому, что наша транзакция и вообще процесс перевода какой-нибудь ценности, он должен стать дешевле. Быстрее, дешевле. За счет того, что мы там убираем какие-то промежуточные шаги. Если это станет дешевле, значит, мы можем взять комиссию и направить ее на компенсацию вот этих вычислительных мощностей. Знаете, сколько в среднем стоит одна транзакция по регистрации недвижимости для рядового человека в Москве? 5 тысяч рублей. Ну, это не только вот эти все комиссионные и государственные, а там что-то вы платите нотариусу, что-то там за какие-нибудь там, ну, короче, там, какие-то справки, там, сборы и так далее. 5 тысяч рублей. Ну, я думаю, это существенная комиссия. То есть, мы же не все 5 тысяч возьмем, там, у нас теперь будет транзакция стоить 100 рублей. То же самое. Ну, вот в этой области будет этот. Ага. Я хотел спросить вот что. Смотрите, по сути, из всех проблем, которые там существуют потенциально с Росреестом, да, который пытается бороться блокчейн, если я правильно понимаю, вы, по сути, решили одну проблему. То, что админ не может подменить данные. Потому что снизить косты на нотариуса пока что тоже нельзя, потому что он же должен заверить, человек в здравом смысле там нажимал на эту пробку. В здравом уме. То есть вы решили только вот этот вопрос по подлога одним администраторам всей информации. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Ну, смотрите, вот мы тоже здесь балансируем всегда в ну, некой возможности сделать что-то такое прям существенно отличающееся от того, к чему мы привыкли. И между тем, что вот чтобы автоматизировать всю цепочку, нам надо уж чересчур много чего поменять. Ну, поэтому мы здесь как-то этот agile подход исповедуем, что давайте идти там короткими шагами, но при этом всегда идти. То есть вот первый шаг, он не бессмысленный, он создает определенную ценность все равно. Как более того, вот знаете, вот на всех наших совещаниях, которые мы обсуждали даже вот этот простой шаг, мы пришли к выводу, что люди имеют очень неглубокое, вообще минимальное понимание о том, что такое блокчейн. Более того, мы вынуждены прямо на совещаниях подобные диспуты проводить, объясняя, что такое валидация. Ну, потому что многие там считали, например, что ну, зачем вы зеркалируете информацию, что в этом мы просто берем и теперь информацию копируем во многих местах. Зачем? Что нам недостаточно? Давайте не пять валидирующих серверов, а два, если вам уж так хочется чего-то там копировать. Ну, то есть люди продолжают жить в ощущениях, что мы на самом деле делаем просто какие-то эти бокапы. То есть на самом деле все равно ведется это в одном месте, а все остальные места, где хранятся данные, это просто зеркала. А это не так. Вот это не так. Теперь, вы знаете, вот мне тоже Росреестр задал вопрос. Вот вы нам рассказали про блокчейн. Хорошо. Но вот вы знаете, что у нас и так сейчас все ходы записаны? Вот каждый заход в систему, которая у них называется EGRON, это единый государственный реестр объектов недвижимости. Каждый заход туда, во-первых, записывается, логин, пароль, там все дела. Более того, если администратор что-то поменял, за это прям тюрьма. Он говорит, а что вы поменяете-то? Ну и казалось бы, зачем нам блокчейн? Да. Ответ очень простой, а это все равно происходит. Нет, это происходит. Это не останавливает людей. Какую технологическую проблему это решает? Это решает проблему ту, что теперь каждый из нас видит, что происходит. Это не происходит где-то там, вот в одном месте, где он поменял, и вы не видите, до тех пор, пока не придете и не возьмете справку. Точно так же, как вот раньше, например, банк не присылал вам смс-ку о списании, а вы могли прийти взять стейтмент раз в месяц, и сказать, ни хрена себе, что это? Все, но месяц прошел, уже там деньги куда-то убежали, а теперь вы являетесь регулярным участником всего процесса. Вы сами его управляете и контролируете. Без вашего согласия он невозможен. Да. День добрый. Спасибо, очень интересная лекция, может быть, и совсем понятная. Ну, я в силу своей деятельности хотел бы вот, чтобы вы рассказали о законодательстве и о правовых нормах, как государство относится к этому, потому что это может быть просто запрещено, да и все, я вижу, нет контроля. Вы несколько раз коснулись, да, судебный, да, вы говорили слово суд, вот интересно послушать. Хорошо. Как государство контролирует, контроля нет и государство вообще хочет запретить интернет, а тут собираетесь это делать. Да, как бы это самая острая часть дискуссии сегодня, и я думаю, что вообще весь восемнадцатый год пройдет под лозунгом изменения регуляции теперь. То есть вот мы первый шаг как бы сейчас сделали, ну, макнулись как-то так, по крайней мере щиколотку в этот блокчейн, теперь там понимаем более-менее о чем. Сейчас мы как бы действуем, все проекты, которые мы ведем, они все в том правовом поле, который действует на сегодняшний день. Мы ничего не нарушаем, ничего не меняем. И это, кстати, ну, не приносит нам каких-то офигенных преимуществ. Они будут принесены, когда мы чуть-чуть поменяем теперь подход к законодательству. Теперь что происходит? Значит, ну, как минимум в Государственной Думе сформировано уже три комитета по изменению, по регуляциям в криптоэкономике. Три. Создано там достаточно большое количество рабочих групп, там, межправительственных, там, в объединении там, разных ассоциаций. Там, вот там, Герман Клименко, например, тоже сделал ассоциацию. Понимаете, душить это бессмысленно. Вот реально, как бы, сейчас это регулировать можно только следующим образом, там, например, выключить все электричество или отрубить полностью интернет. Душить не бессмысленно, Россия смотрит на опыт Китая, великий фаерволл. Ну, здесь даже не знаю, это вот, ну, как бы, как вот серьезно, что ли, на это смотреть, то есть, можно, наверное, вообще все запретить и сказать, да нету этого, мы же как-то жили до этого. И, в принципе, действительно, будем и дальше жить. Там никто не помрет. Но при этом через там буквально пять лет мы там обнаружим, что мы сейчас живем, ну, так же, как мы сейчас смотрим на там каких-нибудь зулусов, которые по-прежнему живут, они охотятся на тушканчиков с копьями там и так далее. Вы знаете, кто-то знает, что такое карго-культ? Вот. Вот именно. Вот мы так же будем молиться на самолет через там пять лет, если мы в этой истории не будем принимать активно в нее адаптироваться и принимать участие. Более того, я вам сейчас скажу, что 50% запускаемых ICO в мире с русскими фамилиями. Так получилось, я не знаю, почему. Наверное, из-за того, что у нас математику в школе хорошо преподают. И поэтому, вообще основа всей этой истории это математика. И получилось так, что у нас сейчас естественным образом Россия имеет некоторые преимущества. Их надо сейчас развивать, а не наоборот как бы запрещать там чего-нибудь и там контролировать. Вижу, вижу, это совершенно правильно. Ну, более того, как мы собираемся это сделать? Понимаете, что вот все, что нам сейчас предстоит сделать, никто раньше не делал. Вот не было таких вот масштабных преобразований и бизнес-процессной модели, и законодательства, и технологий. У нас, знаете, до сих пор там мобильными приложениями не особо пользуются. Вот, знаете, мы тут недавно там с вебом ездили в Чечню. Ну, как бы это тоже регион России. Как бы все они интересуются очень криптоэкономикой. Но, когда им там чуть-чуть рассказали, они, все, это не к нам. У нас еще не знают, что такое мобильный телефон. То есть, понимаете, у нас это очень сильная дифференциация общества по уровню технологической какой-то образованности. Ну, поэтому я вас очень прошу, вот вы-то как минимум читайте статьи всякие, будьте в курсе. Это прям, вот, мы сейчас живем вот в самом эпицентре настолько существенных трансформаций, что про это потом будут, знаете, эти учебники писать и говорить, о, блин, смотрите, как они, а вот эти сделали это, а эти то. И сейчас нету вот таких ярких лидеров. Нельзя сказать, что давайте сделаем, как в Швейцарии. Они еще ничего не сделали. В этом смысле даже Америка сейчас ничего не сделало. Никто не, ну, там, знаете, самые интересные истории приходят там из весьма одиозных таких юрисдикций. Например, Эстония. Эстония, вот там сейчас утверждается, что они оцифровали там практически 60% экономики. Эстония, Грузия. В Грузии, знаете, грузинский реестр перешел на блокчейн. Читаем как бы эту заметку. Значит, выяснилось, что это, что они сделали. Они теперь каждому документу, который регистрируют традиционным образом, присваивают вот этот хэш-код, ну, и кладут на блокчейн. Ну, вроде вообще ни о чем. То есть, они как бы формируют определенную историческую среду. Тоже там целостность и все такое. Ну, это такое микроскопическое применение блокчейна во всем процессе. Окей, написали. Так теперь грузинского финансового министра по финансам на всех этих вот саммитах этих финансовых министров просто как мухи облепляют разные там другие страны, которые раньше говорили, Грузия – это где? Грузия никогда не была какой-то технологической страной. А теперь они, блин, законодатели мод. Они это рассказывают, а мы сделали вот так, а у нас вот, какой вопрос, ноды, да, я знаю, что это такое. и все такие, давайте мы к вам приедем учиться. Уже этому учиться приезжают. А хотя это все равно это минимальное проникновение. А нам надо сделать чуть-чуть больше. Не, не чуть-чуть, сильно больше. Но при этом страна у нас большая, нельзя, чтобы чего-то рухнуло. Ровно поэтому там позиция Набиулиной то она в том, что ребята, криптовалюта, о чем вы? Но она регулятор, ей нельзя говорить, что что-то новое, побежали. Ей бы главное, чтобы это все устояло. Поэтому то, как мы видим эту историю, это в том, что в следующем году нам обязательно нужно будет сформировать какие-нибудь песочницы. То есть какой-то выделенный регион, желательно маленький, какой-нибудь оторванный, там, остров русский, там, Калининград, ну, который не жалко, наверное, не, не в этом смысле, в том, что если вдруг мы обязательно ошибемся где-нибудь, и вот масштаб этой ошибки, чтобы ее как-то исправить, или чтобы быстренько зачистить, чтобы это было несложно, но при этом, как бы, как я это, лично я вижу этот вопрос, значит, мы приезжаем, например, к конкретному судье, и говорим, смотрите, давайте, как бы, теперь, изучим, что такое блокчейн, теперь практическая ситуация, вот у нас есть сделка, давайте, ты будешь смотреть сюда, все нормально, все нравится, как бы, там, возникают какие-то вопросы, наверное, возникают, отрабатываем их, дальше, наверное, нам надо будет смоделировать какие-нибудь мошеннические действия, отработать их, потом выпустить в пилот, к реальным людям, мошенники, это такие люди, которые самые первые, они уже раньше нас с вами разобрались, что такое блокчейн, его вовсю используют, и вдувают биткоины по 4 тысячи долларов, ведь это реально происходит, ну и это они нам сразу все оттестируют, желательно просто, чтобы они тестировали это где-нибудь реально, в песочнице прямо. Регулирование этого процесса криптовалюты и криптомира это самое главное для создания сферы благоприятства, вот, например, американская комиссия по ценным бумагам, она же так очень критично отнеслась к одному ICO, да, и все уже шарахнулись, так, в Америку не идем, в Швейцарии вроде благоприятно, все ICO туда, да, и там развивается эта тема. Вот мне кажется, что очень важно здесь именно с точки зрения регулирования не напугать вот это крипто сообщество, а именно привлечь, сказать, что да, мы не будем совершать резких движений, мы не будем репрессивные какие-то меры предпринимать, а на нарушение закона, на мошеннические действия будем адекватно отвечать именно, но в уголовно-правовой сфере, да, там уже все придумано, и на самом деле все придумано в отношении регулирования вот этих вот криптоактивностей, да, потому что, например, сейчас существует там, допустим, вот оборот этих артефактов из компьютерных игр, чем отличается от криптовой, да, ничем практически, да, точно так же их там покупают, продают. Ну, единственное, на них нельзя машину купить, вот на эти артефакты. Ну, почему, если вы согласитесь обменять на какой-нибудь там меч-кладенец свою машину, я вам его отдам, вы мне машину, и, в общем, то же самое. Ну, пока таких транзакций не зафиксировано, а так, действительно будет, но, знаете, например, но при этом же возникает вот такая вот, конструкция национальная криптовалюта. Вот как вы себя это видите? Ее будет имитировать кто? Я считаю, что это вообще гениальная вещь, потому что проблема состоит в противодействии отмыванию денег, да, в криптомире. И вот то, что вы отметили, да, выход в фиат, это тот шлюз, который отсекает вот эти вот элементы отмывания, да, незаконного оборота и всего, там, оплату за наркотики, за оружие и остальные популярные, но незаконные вещи. Соответственно, если национальная криптовалюта будет вот этим шлюзом из криптомира в мир фиата, то как раз тут и будет отсекаться, тут и будет решен вопрос противодействия отмыванию денег. Конечно, очень много есть вопросов, что такое шлюз, потом, что такое национальная криптовалюта? Вот она, что, она только для русских? Только на русские кошельки ее можно будет направлять? Ну, собственно, любая криптовалюта по определению, она глобальная. Ее может кто угодно купить? Конечно, да, но, например, сейчас существует в сфере отмывания, в сфере национальное законодательство. Да, и кто-то ловит отмывальщиков так, кто-то иначе. Точно так же и национальные валюты могут давать вот этот вот эффект национального законодательства. Ну, как бы, пока это такие вот просто тезисы, естественно, это все нащупывают. Но их нужно зашивать там внутрь каких-то прям логичных конструкций. Ну, потому что, ну, понимаете, опять, эмиссионный центр это где? Централизованный или децентрализованный? В криптомире не бывает централизованных эмиссионных центров. Это тут же превращает ее в обычную валюту. У нас есть этот электронный рубль. Чем это отличается? Рубль, электронный. Можно им рассчитываться. Точно так же, как вы сказали, все это нащупывают, пока ни у кого ответов нет. Согласен, да. Ну, тем не менее, спасибо, что пришли и принимайте участие в криптоэкономике. Там еще много места, много можно чего-то сделать. Спасибо. 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 Спасибо.